МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите информационный выпуск программы события с самыми главными темами познакомлю вас я, Виктория Бичурина. Комитет государственного контроля приглашает принять участие в опросе оценка работы надзорных органов Беларусь в первом полугодии 2018 года. Сообщает Белта. Посетителям сайта ведомства предлагают ответить на 12 вопросов об эффективности работы контролирующих органов, а также о том, изменилась ли проверочная нагрузка на организацию, приходилось ли сталкиваться с необоснованными решениями проверяющих. Опрос проводится с 16 июля по 15 октября текущего года. В среду, 18 июля, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облсполкома Сергей Мясников и заместитель председателя, начальник управления организации социальной помощи Комитета Ольга Сидельник проведут в Сморгонском райисполкоме прямую линию и прием граждан. С 10.30 до 11.30 состоится прямая линия. С 11.30 до 12.30 прием граждан. Место проведения – город Сморгонь, улица Ленина, дом 5, кабинет номер 109, первый этаж, управление по труду, занятости и социальной защите. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 42920 и в кабинете номер 108. С 12 по 27 июля ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» выполнит ремонтные работы на участке магистрального газопровода «Минск-Вильнюс» с полным прекращением транспорта газа по газопроводу. Как сообщили на предприятии «Сморгоньгаз», работы проводятся в целях повышения надежности поставок газа в страны Балтии и Калининградской области. Сроки производства работ согласованы газовыми компаниями России, Литвы и Латвии. Поставка газопотребителям Сморгонского района в период производства работ будет осуществляться только за счет запаса газа в участке магистрального газопровода «Минск-Вильнюс» и газопроводах-отводах. Убедительная просьба в период проведения работ снизить газопотребление и экономно использовать природный газ в целях бесперебойного снабжения всех потребителей природным газом. Патриарший экзарх Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел 10 июля прибыл в наш город по случаю праздника иконы Божией Матери Сукническая. В сослужении епископов Священного Синода Белорусской Православной Церкви и священнослужителей Литско-Сморгонской епархии в храме «Преображение Господня» совершилась божественная литургия. Помолиться возле иконы Божьей Матери Сукническая о душевном и телесном исцелении 10 июля в храм «Преображение Господня» приехали православные паломники со всех уголков нашей республики и не только. Святыня постоянно находится в кладбищенской церкви-часовни в деревне Сукневичи и только на одну неделю ее переносят в Сморгонскую церковь. Уже второй год подряд 10 июля торжество в честь святого образа празднуется всей Белорусской Православной Церковью. Я думаю, для каждого из нас слово «мать» означает очень многое. Когда мы говорим это слово, вспоминаем самое теплое, самое нежное, самое доброе. А наша общая мать, когда праздник нашей общей мати, то это особенно, конечно, теплый, радостный, трепетный и хорошо запоминающийся праздник. Сукневичская икона Божьей Матери, особенно для нашей стороны, в год нашей малой Родины очень радостно, что о нашей святыне узнали по всей Белоруссии. С прошлого года она внесена в календарь Белорусской Православной Церкви. Это уже стал официальный праздник не только здесь у нас на месте, а по всей Белоруссии. Величайшим событием стал приезд патриаршего экзарха Белоруссии митрополита Минского Изославского Павла, который возглавил богослужение, приуроченное ко дню празднования местночтимой иконы. На торжество прибыли 8 епископов Священного Синода Белорусской Православной Церкви и священнослужителей Лицко-Сморгонской епархии. Приветствовали высоких гостей и приняли участие в богослужении представители руководства области и администрации района. Умиротворяющая гамма синего и голубого цветов облачения священнослужителей, множество живых букетов, зажженные свечи, чистота разливающихся по храму голосов поющих и совместное молитвословие, особая атмосфера торжества, которая объединила в этот день всех православных верующих, находящихся как в храме, так и на десятке метров от его стен. «Верите ли в чудотворную силу?» «Да, верим, да, верим. Всему мы верим. Да, верим. «Идете с верой чистой сердцем?» «Да, да, 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 с верой чистой сердцем. Идем, вот мы пришли поклониться, что к нам привозят чудотворную икону Сукниевской Божьей Матери, да». Прихожане молились, обращая взоры и поклоняясь иконе Небесной Владычицы в ее святом образе, именуемом Божья Матерь Сукниевская. За свою историю икона претерпела множество испытаний, ветшание храма, нападки советской власти, долгие странствия. По промыслу и воле Божией святыня вернулась на свое законное место много лет спустя, а в прошлом году обрела собственный день торжества. Обращение к местной святыне творит настоящие чудеса, делятся верующие. К ней чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах. По-матерински любя и жалея, молит святая заступница сына своего о каждом верующем. По окончанию праздничного богослужения митрополит Павел обратился ко всем верующим с приветственной речью и трогательной и проникновенной, словно сама молитва, проповедью. Мы сегодня собрались в этом кафедральном соборном храме архипасторе Белорусской Православной Церкви, священнослужители и вы все наши благочестивые православные верующие для того, чтобы воздать славу, хвалу и благодарение Богу, который даровал людям особую радость иметь заступницу небесную, царицу небесную, Матерь Божию, которая поистине является непрестанной молитвенницей, а всех, кто чтит ее Божественного Сына и Господа Иисуса Христа. У нас много икон, которые посвящены Пресвятой Богородице, и все они свидетельствуют о том, что Матерь Божия неусыпно печется о каждом человеке, живущем на земле. Виктория Бичурина и Александр Буров для программы События То и люд живи, что песни свои мая. В музее-усадьбе деревни Кушляны прошел литературный фестиваль, посвященный талантливому сыну белорусской земли, выдающемуся общественному деятелю, великому национальному поэту, устами которого в 70-е-80-е годы XIX века заговорил белорусский мужик Франтишку Богушевичу. Франтишек Богушевич – яркий национальный поэт 19-го стагодзя. Он имкнулся обудить у народа почути национальной самосвядомости, любовь народной мовы литературы. Он узнялся на оборону тутэйшага, рассказал ему про батькову спрадвечную мову про свою землю. Нельзя уявить белорусскую литературу и историю без шматгранной особы письменника. В музее-усадьбе Франтишка Богушевича по инициативе Державного музея истории белорусской литературы при подтримце Смаргонского райвыконкама пройшов поэтично-музичный фест. Адраджаем свою идентификацию, каб ведалі, хто мы, што мы, адкуль паходзім. І ў гэтым нам допамагае Франтишак Богушевич, які в 19-м стагодзі асмелівся ў страшна горшых умовах пазнаць сябе часткаю народа белорусского. І для гэтого народа пастараўся аформіць письмовасць. От ў гэтым мы звертаўмся до Богушевича і ладзім ўму сёня фест. У кожнага чалавека ёсь мястіна, яка ёго ачыщая, выгойва і мацую. У першу чаргу гэта місца, дзе чалавек нарадзівся. Але для ўсіх белорусов родными з'являецца і кушляны. Бо мінавіта яны далі моц Франтишку Богушевичу. А ён ўмацаваў наша з вами агульная імя беларусы. І абудзів саправны голос і годнасть родной мовы. Сімвалічна, што ўгод малой радзімый, Дзержавны музей історій беларускай літературы, аднавляе традицію правадзіня свята пісні і паэзі ў кушлянах. Мы збіраемся адрадзіць і што год ёва праводзіць, наращуць, глядзець, як гэта атрымовуецца, што можна ішчэ зробіць. Вось, і я думаю, што нашы мерапрыемства і дзіцячі мерапрыемства, гэта і фэстік, і батлейка, і зробім ляльку, яква грым, каторый мы прывезлі, а так сама нашы выставы, жыццё, слові, якая літаць була працтавліна на дні беларускай пісменності в Полацку, вось, а так сама выставы жыцця і творчыцці Францішка Богушевича будь то, безумовно, цікавы нашым наведывальникам, нашым гостям і мясцовым жахарам. І, на мою думку, гэта все не выпадкова, тому што Францішек Богушевич, он был таким чылэкам, який любіл родную мову, любіл родную зямлю, і не выпадкова гэта свята у нас садржаецца ў год малой родзімы. І гэта так сама спраяя па наведзінню тут парадку, нікому такому новому подыху, новому жыццю ў нашу сядзіба в один із наших філялов у Кушлянскі. Францішек Богушевич першы кіну клич «Не покідайте жмовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Литературная творчыць і громадская дзейнаць, паэта, прозаека, публіциста і перакладшыка і сёння абуджаюць націянальну і самосвідомыць беларусів. Бо сюжу 30 год празістору, па стешках разом з Матеем Бурачком, ходзіць Алис Жамойтін, загадшык музея сядзібы. Экспозиція ў нас талпавае. З 90-х годов основная концепція ё, амаль не змінилася, толькі з допаўненнями, дакладненніми па экспозиція, паэтаму ёс, што паказаць, ёс, што розказаць. І за гэтый час, што прайшоў зня открыця музея ў 90-м годзе, мы не забирали шмат матеріалу, які мы можем подзеліцься з наведовальниками. Саправдным оздабленнім імпрезы стали музычны номары ў вакананні фольклорных колективов Смаргунська граўона. На працягу мероприемства працавалі тематычныя пляцовкі, проводзіція екскурсіў па экспозиція музея. Можна було набыць сувеніры, паудзельнічаць ў викторыне, паглядзець спектакль батлейкі і шмат іншага. Для свята долучыліся паэты і письменнікі, які читалі віршы Богушевича, а таксама ўласныя творы, працвічаныя пачынальніку новой беларускай літературы. Гэта мястіна, я, ну, завчоды ў пам'яті. Францішак Богушевич, ось Матей Бурачок. І мы ў школі выучалі. Пасля, пабывши тут, я написав некалькі віршы, працвічаных Богушевичу. І наугул, нікад гэту святло засталося. Тады таксама було святла, цёпла, махчыма. Ну, гэт 20 гадов пролятелі як адзінь дзень. І нешта тут зменілася, древы падраслі. Але ось тут гэта сяліба, як стояла, так і стоїць. І будзе стоять іще сотні гадов, і сюды будзе приводзіць дорогі, стяжыны тых беларусов, які будзе пасля нас. Бо Беларусь будзе і пасля нас. Іна вечна, як творчіць кожного поэта, як творчіць Францішка Богушевича. Францішек Богушевич, і він сядзеў каля дорогі, як туман увесь сівы. Брачок, ти ж пахаваны, дудка грая, я живы. Падкажи мене, што і граці, граў, што маеш на душі. Толькі адняшшырай пісні, дудку браця, беражі. І пайшов юн падарозі, як туман увесь сівы. Брачок ж пахаваны, дудка грая, ян живы. На святі пісні і паэзіі отбылось шмат сустрэч з дослэджиками творчаці і тимі, хто популяризує слово пісменника. Застаець сподіваць, што ім прэ задасть новий штуршок і новий віток натхнення усім, хто наведав гостіные пушляны. Слова на путстві і наилучше пожелання прозвучали в адрес закончивших обучення учащихся Сморгонского государственно-профессіонального политехніческого лицея в последніх числах іюня. В учебному заведенні прошел выпускной вечер. Молоді і енергічні парні і дівшки, получив професії, уверенно открыли двері во взрослую самостоятельну життя. 52 выпускника Сморгонского политехніческого лицея, швеї, парикмахері, камінщики і електросварщики пополнят ряды рабочого класа. Все учащіся успешно здали екзамены і получили дипломи. Вони красиві, молоді і активні, прощаються з учебним заведенням. Три года. Много це і мало, для того, щоб з подростка получився специаліст, дипломірованний рабочий, умеючий производити кирпичну кладку, накладувати сварні шви, красиво заливати волоси или аккуратно застрочити шов. Випускник профессіонального лицея – це совместний продукт преподавателей, мастеров производственного обучення, родителей і, конечно же, наставників на производстві. Все, хто принимав участие в обученні і виспитанні і випускаючіся молодіжі, собрались в празднічно украшеному актовому залі лицея. Для них це дуже важливість. Ви бачите, які вони красиві, веселі, всі в настроенні, всі в піднятому настроенні. Наверно, в валмітельному. І в валмітельному настроенні, да. Тому це дуже велике і знаменітельне событие для них. А для педагогічного коллектива це ще більш важливість, тому що ми працювали над цим событием три роки. Ми з цими дітьми прошли большой і, можна сказати, даже трудний путь. Ми їм дали професію, ми їх научили любити, научили дружити. І кожним із них ми будемо гордитися, будемо вспомінати, ми їх ждемо в гості. Всегда раді, поможем, подскажем. У всіх ребят вже є місце роботи. У кожного із них в трудовій книжці появиться перша запись, відкриваюча двері в самостоятельну життя. Знання, які ми даємо на данний момент учащимся по професіям, які вони вибрали, вони соответствують всім требованиям. Постоянно корректируються программи производственного обучення по професіям, корректируються программи по специальним предметам. І на сьогоднішній день ми вже зміняємо учебні плани і все программи, які будуть учитувати нові технології, новіше оборудовання по всім специальним предметам. Самі активні і успішні учащіся под громкі овации своїх товаришей були награждені грамотами і благодарственними листами. Вони дістигли головні цели, з котрій і поступали в лицей. Хорошо владіли избранной професією. С уверенністью можна сказати, що кожний выпускник годи, проведені в лицее, буде вспомінати з радістю і теплотою. Кількість у нас був сразу неслажений, потім ми всі якось здружилися і почали друг друга підтримуватися в групі і в свобідне час. Професія камінщик і електросварщик – це дуже інтересно, тому що це для життя пригодиться і в свобідне удовольствие, для себе що-то мати і що-то далі, і йти учиться якось по цій професії можна. Все ці знання, які я вийшов за три роки, вони мені дуже сильно пригодились, і, надіюся, пригодяться ще. Все ці три роки вони прилетіли, звичайно, незаметно, тому що тут дуже хороший педагогічний коллектив, і, звичайно, наша група ШП-105 – дуже хороші дівчини. Я за своє будущее не волнуюсь, у мене вже буде місце роботи, і мене вже трудоустроили. Жалко розставатися з лицеем? Да, ще б поїхалися. В народі говорят, худший із людей – неблагодарний чоловік. Неблагодарність страшна не тому, що обіжає того, хто отнесся к нам з добротою і пониманням, а потому, що она обіжняє нашу собственну душу. Коли забуваєш сказати «спасиба», забуваєш своєго учителя, чи того, хто в трудную минуту стал тебе опорою, хто сотворив добро. Со сцены не раз звучали слова искренній благодарності в адрес педагогів. Ваша теплота і преданність своєму делу заставляє восхищаться вами і брати з вас пример. Мероприятие прошло на высокому уровні і в радостній атмосфері, да і з креативом ліцей, як завжди, не подкачал. Випускники не тільки принимали поздравления, але і піли, танцевали, демонстрували свої таланты. Глядя на цих молодих, красивих і елегантних парней і дівшок, дійсто хочеться пожелати їм доброго пути. А вот новому набору учащихся, які придуть в цьому году со школ, получать професії – каменщик, газо-электросварщик і продавец-повар, высоко держать планку і не снижати результата випуска 2018-го года. 21-го іюля в Сморгонском районе на озере деревни Белевичі состоїться рыболовний турнір. Семійний праздник «Побольше вам рыбки, щоб сияли улыбки» буде організован на левому берегу водоема. Программа праздника – с 6.00 до 6.30 регистрація участників. 7.00 – соревновання по ловле рыбин. С 11.00 до 14.00 – награждення участників соревнований по различным номинациям. Развлекательна концертна программа, игровая программа для детей, выездная торговля, угощення всіх присутствуючих ухоем. Заявки на участие в соревнований можна оставити, позвонив по телефону 9 06 39 с 11 до 20.00 до 20.00. Заявки на участие в соревнованиях Погода в Сморгонском районе продолжает определять обширный малоподвижный циклон с центром вдоль восточной границы нашей республики. Повсеместно прошли дожди, прогремели грозы. Среднесуточный температурный фон в пределах нормы. В ночные и утренние часы могут сгущаться туманы. В среду 18 июля сохранится теплая с грозовыми дождями погода. В ночные часы температура воздуха составит плюс 17, плюс 19. Днем ожидается плюс 26, плюс 28. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. По юго-востоку района пройдут дожди. В четверг 19 июля сгустятся облака, пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут плюс 16, плюс 18. Днем 23, 25 градусов тепла. Ветер северный слабый до умеренного, при грозах порывистый. В пятницу 20 июля местами по району пройдут дожди. Ночью температурный фон составит плюс 17, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 27. Ветер северный умеренный. В выходные дни погода будет радовать теплом. Пройдут локальные грозовые дожди. Это были все темы нашего выпуска. Мне остается только попрощаться. Берегите себя, будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин